На прошлой неделе в Ульяновске открылся дворец единоборств. В нем предусмотрели все необходимое для занятий спортом. Большой зал борьбы, тренажерные и спортивные залы, удобные раздевалки и медицинский кабинет. С этого события губернатор Алексей Русских начал штаб по комплексному развитию региона. Уверен, что центр станет кузницей новых спортивных имен, которые прославят Ульяновскую область и всю нашу страну. Я хочу поблагодарить заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко за высокую оценку работы, которую проводит регион по развитию и популяризации спорта. В Ульяновской области активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». От развитой дорожной инфраструктуры во многом зависит экономический рост Ульяновской области, конкурентоспособность промышленных производств и качество жизни населения в целом. В текущем году финансированные нацпроекты предусмотрены в размере более 7,5 миллиардов рублей, которые направлены на реализацию трех региональных проектов. Это региональная местная дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения. В Ульяновской области продолжают расселять граждан из аварийного жилищного фонда. В регионе реализуются две областные адресные программы переселения. В одну программу входят дома, признанные аварийными до 2017 года, в другую – после 2017 года. На данный момент по расселению выполнили 96% от плана. К счастью переселяемых граждан 2878 человек, выполнение 117% от плана 2360. До конца 2023 года для достижения целевого показателя по расселяемой площади планируется расселить еще 5600 метров квадратных и переселить 364 человека. В Ульяновской области действует комплекс мер поддержки талантливой и активной молодежи. В законе закреплен статус молодого специалиста. Ульяновцы, которые получили среднее специальное или высшее образование, первые три года получают денежные выплаты, если устраиваются работать по специальности. Первое – это компенсация, например, за найм жилья до 5000 рублей. Это единовременная выплата 10 тысяч рублей, ежемесячная выплата 1000 рублей, также компенсация по жилищно-коммунальным услугам. Также стоит отметить, что молодые специалисты, которые проживают на сельских территориях, имеют поддержку за первый год 20 тысяч, за второй год 40 тысяч, за третий год 60 тысяч рублей. В 2023 году только в сфере здравоохранения мерами поддержки воспользовались более 3000 молодых специалистов. 4 ноября Ульяновская область присоединится к празднованию Дня народного единства. 3 ноября в музее-квартире Яковлева пройдет большой этнографический диктант. 4 ноября состоится галоконцерт фестиваля «Поющая Россия». В Ульяновск приедут коллективы из 19 регионов, в том числе из ЛНР и ДНР. Также на праздники ждут гостей из Беларуси. Валентина Никонова, Бахтияр Салтанов, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова